Когда говорят дальше, скажет Мария, говорит Мария, Виталий, приготовьтесь. Мария, а для того, чтобы вам сказать, нужно взять микрофон в руки и тоже. Пожалуйста, здравствуйте. Я думаю, что у нас просто сценаристы стали лучше работать. Они нас почувствовали, и мы стали смешнее. Точнее, наши герои. Банальный вопрос. Как-то изменились ли ваши гонорары в связи с изменением процента юмора в сериале? Скажите, а от нашего ответа ваши гонорары зависят? Напрямую. Тогда повысились. Повысились. Спасибо. Еще как. Прямо сейчас, друзья, за вашими спинами на нашем экране пародия на ставшие на 20% смешные телевизионный сериал «Универ». Прошу. Алла, слушай, странный ты человек. Все люди утром встают, чтобы одеваться, а ты раздеваешься. Как утро? Слушайте, я встала пипец, пошла пипец, а потом пипец, пипец, пипец и полный пипец. Так вообще нормальное утро. Удачная охота. Вы не поверите, с кем я провел эту ночь. Мы ее знаем? Ха, ее все знают. Людмила Гурченко. Дурак, что ли? Ленка из 341-го блока. На. Поздравьте нас. Мы с Таней придумали, как еще месяц не брать денег у моего богатенького папаши. Мы будем сдавать кровь. Да. Уп, стоять. Ну что, сидите все. Усиживайте, а? Вот. Полюбуйтесь. Ужас, катастрофа. Сос. О-оу. Что будем делать? Надо смешнее становиться. Это что, мне теперь на 20% жаднее стать, а? А мне теперь на 20% тупее надо быть. А мне что, теперь на 20% грудь увеличит? Да. Вот видите, что это? Что это? Это смехоизмеритель. Он показывает, насколько смешнее мы стали руки. Вы что в этой серии делаете? Чудо вообще. Логично. Вот теперь все делается, все то же самое, но на 20% смешнее. О, у меня идея. Так. Еще раз тронешь мой йогурт и узнаешь, какие в аптеке бывают лекарства. Вон в холодильнике. Вон. Вон он там. Ну? Ха-ха. Уже 12. А давайте. Лучше. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Блин, пипец, немножко же осталось Аллочка Остался десерт Девушки отдыхают Ну что ж вы радуетесь? Стали на 20% смешнее и радуетесь, да? Рано радуетесь! Смотрите, что случилось! Вот! Друзья, у меня идея! Ну что, друзья, сейчас наши гости закончат смеяться и вытирать слезы от смеха, а у нас... Один вопрос можно? Да! А у вас же есть такой хороший резерв актерский, и я знаю одну замечательную актрису, которая очень похожа на нашего персонажа Вы знаете, дело в том, что действительно, Валентина Рубцова на актрисе большой разницы, ее часто путают с девушкой, которая играет в вашем сериале Мне кажется, немножко грима, и она могла бы хорошо подойти Много идиотских случаев и в налоговой инспекции, и при покупке недвижимости, да и в личной жизни, конечно, возникает... Вы знаете, Валентина отказалась, да, Александр, за такую нищую зарплату выступать? Да, Валентина сказала, что она не будет снимать Вы знаете, вы, к сожалению, раскормили нам артистов, я бы так сказал Валя, которую мы знаем, тоненькой, хрупкой девушкой, остроумной Стала выше на 20% Она приходит, жирные руки, вытирает о костюм Александра из съемок сериала «Универа» Плюет, встряхивает пепел ему в ушные раковины А раньше за коробку конфет могла выступить и сняться, да? Какое выступить? Она за коробку конфет первый сезон работает А вам поступали предложения, вот, ну, или вы не хотели бы Арменина сыграть? Арменина в универе? Ну, где угодно Где угодно, вот я часто играю в Арменина Арменина в Арменина? У нас домашний небольшой театр, бывшие народы союзных республик в исполнении Александра Ивана, да Да, мы иногда играем Почему такой вопрос от вас, казалось бы, человека? Мне просто, я вот смотрю на вас и вот вижу, что вот в глазах ваших такая вот глубокая армянская душа есть Что-то у вас такое Вы когда последний раз зрение проверяли? Буквально никогда Вот, 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 видите Мария, что же вы не принимаете участия в нашей светской беседе? Александр, если горит свет, это не значит, что беседа светская Я скучаю Что будет в следующем году, если в этом году на 20% смешнее? Уже нельзя будет отступать? Надо будет уже... А мы будем полный метр снимать Полный метр? Конечно Да вы что, серьезно? То есть, как герои сериала выходят на широкий экран? Да Как «Секс в большом городе»? Ну, вот сейчас мы как-нибудь друзья Полный километр Это 250 серий На 20 было, потом еще на 20 Сколько сейчас уже серий на данный момент? Ну, на полный километр хватит 250 с чем-то 250 с чем-то Как удается совмещать со льдом и пламенем, Мария? Ой, вот это очень тяжело, вы знаете Особенно сотрясением совмещать по съемке универа Где надо по 50 страниц текста учить Что-то как-то вылетает У меня тогда вопрос, ребята, к вам Скажите, ну вот кого-то из вас уже начинают, понимаете Приглашать какие-то проекты, где нужно танцевать То есть используют уже, как бы, так говорится Эксплуатируют по-настоящему Нету ли обиды? Почему из вас, огромного количества хороших ребят Почему-то вдруг выбрали яркую блондинку? Действительно Нет, нет, сегодня, например, я снимался с курицей Вы снимали сегодня с курицей? Да, у меня Это проект курицы по юджаз Почему я? Смак с вами Смак был бы... Да? Нет, курица была живая, Иван Я у вас живых куриц не видел в передаче Да у нас, нет, ну как, они первое время живые Вы еще где-то сегодня снимались? Нет, Александр Нет, нет То, что вы начали мне идти в команде пальто Это я просто взял из дома Так что это, Виталий, что это за проект? А, проект курицы Я еще про универсию говорю А вы уже про другие проекты? Конечно, мы говорим про другие проекты Вот смотрите, Маша снимается Вы слышали, что Маша лед и пламень? Одну секундочку, одну секундочку Виталик, тебе не обидно, что Машу пригласили на другой Проект, а тебя нет Нет, 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 нет Русскому растолковывает, о чем еврей его спросил Причем по-русски Да, 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 да Да, нет Спасибо Ну что же, Александр Маш, удачи вам в проекте лед и пламень Спасибо И в сериале «Универ» и на 30, на 40 и на 50% вам и вашему каналу пускай будет смешнее Желаем вам широкого экрана, самого широкого зрителя хлебосольного, что придет выложить деньги и позволит фильму, который будет называться, наверное, также «Универ», да, собрать большую кассу и перебить таким образом продюсерский проект Александра Цикала, который называется «Бородач в трико» Спасибо огромное, друзья, до встречи Спасибо Спасибо большое, Арарат, Маша, спасибо Счастливо Спасибо Александр У нас в гостях были Мария Кожельникова, Арат Кищан и Виталий Гагунский, герои сериала «Универ» Спасибо Большая разница Джейкоб, ты хороший друг Надежный, заботливый, но... Что? Что «но»? Какие у меня недостатки? Вот это, Джейкоб Белла, подожди! Я смогу с этим справиться Здравствуй, Белла Хочешь французского енота 47-го года? Здравствуйте Мне нельзя А Эдвард вернулся из командировки? Какой командировки? Из вампирской Понимаете, мы с ним неделю назад... Короче, вот Белла, ты что-то путаешь Вампиры не могут это вот Между первой и второй? Здравствуй, Белла Здравствуй, любимый Мне так рада, что ты наконец-то вернулся Смотри Я вернулся только для того Чтобы уехать в Трансильванию На похороны бабушки Подожди Подожди, вас же Ничто не может убить Вроде бы Да Ничто Кроме Вампирского инфаркта Мерзкие вампиры Что, поматросили и бросили, да? Теперь отрекаетесь? Пойдем отсюда, Белла Я тебя не брошу И не ходи больше в этот склеп Пропахший Пропахший Енотом? О, нет! Эдвард Сделай же что-нибудь Эдвард Эдвард Ну, Эдвард Привет, Белла Что читаешь? Письмо от Эдварда Представляешь, его забрали в армию Ну, ничего Наверное, скоро вернется Да плачу Я плачу не из-за этого Мы в Америке Джейкоб Понимаешь? У нас никого не забирает в армию У нас контрактная система Вот он же На Блэда в рукопашных находил Как же? Будь со мной, Белла Я никогда тебя не брошу И ни за что не пойду в армию Это правда? Ну, конечно Мы будем жить вчетвером Сколько ром? Вчетвером Я, ты и твоя малышка А что, я неправильно сосчитал? Это не важно Главное, что ты добрый Днями я буду отцом твоему малышу А в полнолуние он сможет играть с большим добрым псом А знаешь, как буду делать пса? Джейкоб Ну, потому что меня так зовут А пёс, это буду я Ты такой добрый, Джейкоб Он будет хорошо Мы будем вместе ходить Джейкоб А? Куда мы будем вместе ходить? Не понял А, ну, куда-куда Да, ну, хотя бы на ту гору На ту гору? Смотреть на водопад Джейкоб Джейкоб Эээ, мадам Можно погулять с вашей собачкой? Джейкоб Запомни, не важно, кто мужики Люди, вампиры, убородни Всё равно все они кобели и сволочи Что ты, моя хорошая, кушать хочешь? Сейчас мы покушаем Андрей Молочный Антон Лирник Привет, это Миничехова Как всегда, расскажем несколько свежих политических анекдотов Ну, таких не совсем политических, не совсем анекдотов Скорее, истории Это реальная история Пекин, Олимпиада Прибытие самых высоких гостей Как мы это видели? Итак, первым в аэропорт прилетает Джордж Буш Ваши аплодисменты Хеллоу, Пекин Хеллоу, Пекин Мистер Буш Хеллоу Мистер Буш Пекин Мистер Буш Хеллоу, Пекин Мистер Буш Это водитель трапа Люди там Хеллоу, Пекин Хеллоу От Украины в Пекин поехал министр спорта Юрий Павленко Привет 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 Юра Да Прочер иллюминатор Да Следующий Ну, и напоследок Александр Лукашенко Добрый вечер вам ухату Пекин Пекин С Белоруссии прилетели Александр Григорьевич Да Вы не полетели на Олимпиаду Я знаю Визу не открывают Ну ладно Удачи там нашей сборной по хоккею Тут нет хоккея И тут западло Ну что ж такое Мы завернемся До этого министерства Спасибо Мы с Андреем изучаем психологию звезд Она немного похожа на психологию детей Поэтому изучаем такими способами детской психологии Назвали рубрику анализируй этих Вот собственно этих анализируй Сегодня у нас в гостях много звезд Но мы решили выбрать одну Да Даша Это самая эпатажная Пожалуйста, аплодисменты ей Вот Даша Мольберт Очень простая ситуация Мы все знаем Дашу У нее было много интервью Да, мы все про нее знаем Но не знаем глубин психологии Поэтому мы сейчас будем изучать Простым способом Даша, нарисуй, пожалуйста, домик Аплодисменты Дашу Даша Просто нарисуй домик Ничего Можно музыку, да Можем хлопать Очень красивый Очень красивый домик Шикарный Есть Шест Одессе Для стриптиза должен быть Извините Я говорил сейчас Мы в каждом доме Должим быть Так И сверху что-то такое фаллическое Все Спасибо большое Благодарю Аплодисменты Даша Аплодисменты Даша А ты А что, тканешь ее? Конечно, конечно, конечно Да Итак, мы имеем некое строение Которое показывает нам внутренний психологический мир Даша Ну ты знаешь, внутренне выглядит все красиво Везде порядочек Все чистенько Все не так вообще Давайте так рассмотрим Детально Начнем с крыши Психологи утверждают, что Четко, правильно, ровно прорисована крыша Это признак хорошего интеллекта То есть, видите, психологи тоже могут ошибаться Это как бы ничего Ну, нет, действительно, да Все правильно, четко Да, Андрей, что вы можете прокомментировать? Ну, я думаю, что тетки Две двери Ну, как бы, что две двери в доме Одна на крыше, вторая Это у Даши есть два входа И окно Запасное И окно Блютуз Это если третьему некуда Сегодня раз в месяц решетка Да Да Кстати, да, тоже решетка такая Это говорит о том, что есть некая депрессивность Да, примерно Некий запрет Некая замкнутость Да, нельзя Да, что не дают делать Даша то, чего она хочет Да, вот прогнозы погоды не дают говорить ей Все Замотали таким телесным цветом лейкобластырем рот Раздели и все Все, хоть притресно Интересная такая штука, что вот дверь немножко приподнята там, ну, над уровнем пола Даша постоянно спотыкается Та-да Ну, Мония, что это с точки зрения психологии, как вы считаете, Андрей Сергеевич? С точки зрения приподнята Да, да, да У меня всегда приподнятное настроение Да? Да Нет, оторванность от земли вообще Это некая мечта, это витание в облаках, понимаете? Вот, я скорее так Скорее всего, Даша просто не понимает, как строить двери и влупила ее посреди земли Да, должна быть где-то, да Даша Молдаванин, вот так Вот видите, психология, серьезная наука Дорогие друзья, мы сделаем вывод, что Даша оставила Прекрасная молодая девушка с организованным бытом Правильно построенной семейной жизнью Молодая, красивая, прекрасная Ты сказал с организованным быком? С организованным бытом, что? Всё, всё правильно, дым идёт, всё нормально Аплодисменты, Даша, Стафьевой Которые мы любим и уважаем, прекрасно Значит, это были Андрей Молочный и Антон Лирник Новые психологи Новые психологи, Камеди, мы ещё вернёмся Спасибо